Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Мы продолжаем играть в ферму на отродной долине. И сейчас, друзья, у нас идет тот же самый день, что и был в прошлой серии. Наше вот это вот 44-40 поле я поставил. Тут два чизеля вот катаются. Все это дело чизелят. Комбайн уже почти доубирал сорга. Ему тут совсем немного осталось. Может быть, до сегодня до конца серии он даже это уберет. В стадии роста маг-пшеница еще ничего не изменилось. Но, в общем-то, пшеница, скорее всего, скоро созреет. Также косилка наша вот тут ездит, косит траву. И уже она почти доездила. Только что-то я слабо себе не понимаю немножко, почему она здесь косит, а трава не косится. Или здесь трава какая-то другая. Она реально не косится. Хотя косилка включена. Ладно, пофиг. Пускай будет как будет. Сейчас он закончит, поставим это все дело волковать. Также, друзья, у меня сегодня получился внезапно свободный вечер. Поэтому я решил тут немножко записать серийку. И мы перемещаемся на нашу лесопилку. Здесь, друзья, я спилил вот эти вот все деревья. И я, в общем-то, понял, что больше пилить я ничего не буду. А в связи с этим, вот этого вот нашего скорпиона, друзья, мы продаем. Он нам вообще не нужен. Магазин продажа. Вдруг едет туда. 14 минут всего ехать. Не 25, как сюда ехал. Ну, ладно. Вот этот вот трактор с пенькорезкой, друзья, мы тоже продадим. Он нам не нужен. Единственное, надо бы сначала, конечно, здесь все пеньки поудалять. А прежде, чем поудалять здесь все пеньки, надо сначала от всех вот этих вот бревен избавиться. Точнее, не избавиться, а перевести их на нашу лесопилку. Кстати, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Все нормально, в общем-то. Давайте все бревна сюда закинем сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Удивительно, но я даже ни разу не перевернулся, пока возил эти бревна. А, значит, мана мы оставляем вот здесь вот. Это будет его таким домиком парковочным, я не знаю. Пускай стоит здесь. И отдыхает. А, у нас тут лежит еще одно дерево, которое не ложится на автопогрузку. Я его потом как не... А хотя давайте сразу. Я же сильный могу поднять. Значит, отнесем его ручками. Бздынь. И оно исчезло. В итоге 350 кубов древесины мы с этой лужайки получили. Это, кстати, довольно-таки неплохая цифра. Может быть, даже на пару дней хватит. Я не знаю, с какой скоростью здесь эта переработка идет. Но заполнена здесь прилично. А поддоны, да, у нас по 2,5 куба, насколько я понимаю. Но пока что их трогать не будем. Пеньки, друзья, я тут... Будет свободное время. Я здесь все вот эти вот их вынесу. И после этого продадим трактор. Так, косилка наша вернулась. Давайте, наверное, поставим ее на зарядку. И, соответственно, надо еще и волковалку тогда запустить. Вот она вот здесь вот стоит у нас. Ты у нас поедешь на поле лужайка. И, соответственно, начнешь там все это дело волковать. И потом мы эту траву соберем. Кстати, что у нас по силосу? Время-то прошло. 20 кубов силоса. Есть 64 куба травы сечки осталось. Давайте, друзья, мы один прицепчик большой туда закинем. Ферментатор трава. Один раз отвези туда траву и потом припаркуйся. Я думаю, больше времени у него будет именно прям разгрузка, чем он будет кататься. Ну и, в общем-то, будет у нас в ферментаторе тоже травка перерабатываться. Тоже хорошо. И с одной стороны, можно было бы уже отправить сейлку. Но боюсь, что сейлка догонит чизеля. Потому что чизелям еще работать и работать. Может быть, где-то на половине поля, когда она будет. Когда они будут на половине поля. Когда они 44-го берут и на 40-ое придут, тогда мы и запустим. А тем временем, кстати, Скорпион у нас приехал в магазин. Поэтому Скорпиона мы продаем. Получается, аренда нам... Ну, это можно назвать арендой. И полтора часа на нем всего отработал. Из них полчаса, даже больше, он ехал. В лес и сюда. Мы его брали за 440 тысяч. То есть, примерно 65 тысяч нам обошлась аренда. Многовато. Надо было арендовать просто через меню. Но на балансе у нас есть 1 160 000. Это хорошо. И я, друзья, предлагаю сделать еще 3 вещи в этой серии. И для первой из них я предлагаю вернуться на нашу лесопилку. И поставить рядом здесь камни-дробилку. Камни-дробилка стоит 235 тысяч. Поэтому... О, черт, она здоровая, правда. Но вроде как здесь место есть. Давайте всунем ее вот сюда. Сдынь. Пойдет. Как отсюда выбраться? Кто мне объяснит? Есть тут какая-нибудь дверь? Я попал внутрь и... Как мне выйти? А, вот здесь есть ворота. Я на самом деле ее поставил просто себе на голову. Значит, смотрите, что умеет камни-дробилка. Дизель, камни, камень, известь, гипс, карбонат кальция и известняк. Как тут все происходит? Работает она на дизельном топливе. Мы его вот сюда вот привозим. Сколько его, кстати, сюда можно привезти? И сколько у нас его есть? А 100 кубов можно привезти топлива. Соответственно, вот здесь вот на этой вот площадочке начнут появляться камни. Эти самые камни мы будем закидывать вот сюда вот по конвейерной ленте. И они будут уходить в производство. Я не помню, сколько один камень по объему, но всего это производство вмещает 5 миллионов литров камней. То есть довольно много. И эти камни здесь будут дробиться. И, соответственно, на выходе у нас будет известь, гипс, карбонат кальция и известняк. Известь у нас пойдет на поля. Начнем посыпать их известью. Правда, я не знаю, как быстро это предприятие работает. И сможем ли мы этой известью обслуживать все наши 3 больших поля. Раз в 3 посева. Если бы мы, конечно, сеяли постоянно кофе, который растет еще раз в 3-4 дня. Или коноплю. Ну, конечно же, скорее всего, извести бы хватило. Вот. Карбонат кальция, друзья, у нас пойдет на производство арматуры, балок и всего прочего, что идет у нас на сталелитейном заводе. Ну, а гипс у нас пойдет на гипсокартон. Ну, и известняк тоже там еще потом понадобится. Для всяких цементных вещей. Так что пока что он будет копиться. По планам, друзья, у меня смотреть, как оно забивается. И потихоньку все это дело свозить на нашу базу. У нас там есть специально для карьерных вот этих вот всех дел специальный элеватор мы поставили. И поэтому, в общем-то, это все примерно вот так вот будет работать. Посему надо, друзья, начать с автодрайва. Для этого возьмем вот этого, опять-таки, трактора, чтобы удобнее было записывать его. У нас, кстати, здесь есть еще место для двух каких-нибудь маленьких заводиков. Один из них, скорее всего, даже сегодня поставим. Автодрайв. Смотрим, что у нас по автодрайву. В общем-то, все надо записывать. И здесь не то, чтобы прям много места, чтобы развернуться, если честно. А то ли возить это все часто на маленьком прицепчике, который у нас на четвергском. В принципе, наверное, так и будем делать. Здесь он тогда сможет развернуться. Значит, записываем тогда автодрайвик. Не знаю, друзья, есть у меня такое чувство, что сделано все немного по-ублюдски, но как есть. Сделали две точки, камни-дизель и камни-загрузка. Мы перемещаем в папку лесопилка, потому что вот эта наша промзона будет называться лесопилка. Мне так будет удобнее. А вот этого товарища надо куда-то в сторону отставить. Только да, вот эту вот для пеньков штуку надо не забыть. И чтобы оно не мешало. Стой, друг, пока что здесь. Здесь ты вроде как никому мешать не будешь. Значит, это производство надо, друзья, запустить. И для этого нужно перевести сюда дизель. Вмещается сюда 100 кубов, да? Да, 100 кубов. Можно 100 кубов за 170 тысяч купить, но мы не будем этого делать. У нас, во-первых, есть свой дизель. У нас есть 30 кубов своего дизеля, и у нас есть как раз прицеп на 30 кубов. Поэтому, наверное, один прицеп мы и отвезем. Сейчас мы еще добавим силоса и сорга. Силоса, силоса еще есть. Сорга, в принципе, тоже еще есть, и много его будет. Но ладно, это все потом. Мы берем нашего вот этого оранжевого мана. Так, товарищ, а ты чего стоишь? Так, этот товарищ слишком длинный для той точки, которую я сделал тогда, да? И насколько же ты не доехал, расскажи мне, пожалуйста. Понятно, самую маленькую пусечку. Ладно, я в любом случае с помощью этой штуки не собирался возить траву. Так что один раз пускай она высыпается. А мы, друзья, возвращаемся к дизелю. Значится, ты, товарищ, едешь у нас на топливный завод. Топливный завод загрузка. И после чего ты там загружаешься топливом. Едешь на лесопилку на камни дизель. И там, соответственно, выгружаешься. Везешь ты дизель. Ух ты, сколько у нас тут разных штук жидких есть. Клей тоже жидкий, можно возить. В такой штуке клей будет? Это неплохо. Меласса. О, боже. Топливо, да. Надеюсь, у тебя все получится. Один раз. И после этого ты едешь сюда парковаться. Путь не самый близкий, но что поделать. Еще хороший вопрос, будет ли загрузка топливом работать. Потому что там точка тоже так себе находится. Я ее больше делал. Хотя тут триггер большой, должен загрузиться. Ладно, сейчас увидим в любом случае. Так, дружище, как у тебя дела? Ты выгрузился, да? У тебя молодец какой. Едет тогда на парковку. Нас больше интересует наш дизельный товарищ. Куда он поехал? А, он вокруг поехал. Все правильно, заезд у нас с одной стороны только здесь. Камни дробилку можно было, кстати, и здесь поставить. Оттуда все равно все на базу ездит. Но, друзья, уже поздно. Так, ну что, расскажи мне, что ты будешь нормально заправляться. Он не заправляется, да? Ладно. Но начать заполнение можно. То есть на кнопочку нажали, и он заправляется. Потому что тут не топливо, а дизельное топливо, да? Так, отставить. Топливо и дизельное топливо, это на самом деле разные вещи. Я понял, это не проблема. Но я хочу убедиться, что это все дело работает. Поэтому, друг, давай-ка ты попробуешь подъехать еще раз. И попробуешь загрузиться. Хотя, с другой стороны, он сейчас будет наполнять то, что там уже есть. Ладно, ничего страшного. Потом как-нибудь проверим. Но мне кажется, что моя ошибка была именно в этом. Он не заправляется. Какого лешего? Даже не снимая с автодрайва, можно нажать кнопочку. И он начнет заправляться. Ладно, потом разберемся с этим. Надеюсь, хоть разгрузка-то будет работать. Ладно, посмотрим. В общем, он пускай едет. Пойдем еще кое-что. Попытаемся сделать. А именно, друзья, меня интересует вот этот уголь. На самом деле, его здесь очень много. Я предлагаю сделать 2,5 миллиона литров запас этого самого угля. То есть, 5 наших вот этих вот манов отвезти на базу. У нас там элеватор на 3 миллиона стоит, в который уголь можно сгрузить, чтобы можно было его оттуда возить в случае надобности куда угодно. Остальное потом можно как-то начинать продавать потихоньку. Уголь не сильно много денег стоит, но если его продавать большими объемами, то, в общем-то, можно заработать немножко денег. Но, друзья, для этого нам нужна конвейерная лента. Даже 2. И самое сложное, это будет ее сюда пригнать. Точнее, это, конечно, не сложно. Ты запустил автодрайв, и он поехал. Но, друзья, это надо сделать. Для того, чтобы туда перегнать, нам понадобится 2 трактора. Если взять трактор в аренду, сколько это будет стоить? 3 тысячи. В принципе, я понимаю, что у нас тут есть трактора, но мне настолько лень их отцеплять и потом ставить их обратно, что мне кажется, проще заплатить 6 тысяч и взять 2 трактора в аренду, которые туда перевезут нашу вот эту вот конвейерную ленту. Давайте так и сделаем. Господи, 6 тысяч это не деньги. Идем, в общем-то, в магазин. Возьмем даже фендов, вот таких. Они 50 километров в час едут. По 3 800, 8 тысяч, пускай. Ничего страшного. 2 штуки мы таких вот берем, арендуем. И нам нужна, друзья, ременная система. Нам нужна вот такая вот штука. Мы ее покупаем. Ее можно покрасить. Но оставим ее красной. И, друзья, нам нужна еще вот такая вот штука, насколько я понимаю. Я настолько давно уже не работал с этими всеми конвейерами. Ух ты. Управляемая лента конвейера ускоряет обработку большого количества урожая. Это, кстати, в DLC-хе в последней было. Может бы такую взять попробовать? Какие-то тут прикольные штуки для картошки появились. У меня такое чувство, что вот эта штука как два в одном, знаете, такая. Давайте попробуем с ней поиграться. Почему бы и нет? Раз новая штука. Берем ее, покупаем. И тогда берем один трактор. Хотя на самом деле поиграться можно и попробовать сейчас. Сюда можно сесть и посмотреть, что здесь настраивается, а что нет. А ничего здесь толком не настраивается. То есть в грузовик ты хрен че загонишь. Ну вот так вот можно сделать, приподнять. Ух ты, она еще ездит быстро. Прикольно. Прикольно. Так, ее можно выдвинуть, но выше она от этого не становится. Нам надо, чтобы она была трохи повыше. Короче, штука прикольная, но не пойдет. Увы. Увы, не пойдет. Значит, берем по старинке вот эту вот. Вроде бы она нам нужна. А эту тогда продаем на 10 тысяч дешевле, чем мы ее только что купили. Хотя она, по сути дела, нульцевая. Ладно. Друзья, цепляем вот эти штуки и отправляем их на наш карьер, там где загрузка угля у нас идет. Загрузка уголь. Погнал. И у второго то же самое. Загрузка уголь. Погнал. В общем-то ждем сколько им? 10 минут ехать. Подождем. Также, друзья, сразу же на загрузку угля отправим нашего вот этого вот мана. Ты, дружище, тоже едешь на загрузку уголь. Вперед. Тем временем, кстати, вот этот товарищ у нас доехал до камня-дробилки. Поэтому давайте посмотрим, чтобы у нас здесь все работало. А в целом вообще должно работать. Хотя, кстати, развернуться здесь вот этому ману будет не то чтобы прям просто. Так, выгрузка пошла. Это меня уже радует. Он должен сейчас отсюда как-то будет уехать. Если он сможет здесь развернуться. 30 кубов он выгрузил. Красавчик. Он даже отсюда нормально уезжает. Прекрасно. Прелестно просто. Значится, вот эта вот штука у нас стала активной. И эта штука нам будет сейчас давать камни. 50 тысяч литров в час она дает. Сколько камень по объему один, я без понятия. Но, в общем-то, подождем, пока они здесь будут появляться. Я думаю, что мы сегодня это увидим здесь. Но что-то мне казалось, что, по-моему, один камень и есть 50 тысяч. То есть, один камень в час будет появляться. Почему-то у меня что-то вот в голове вот такое. Но посмотрим потом. А пока, друзья, у нас весь транспорт едет. Я предлагаю поставить еще одно производство сюда. Производство планок. Планки у нас делаются довольно-таки долго. Делаются они из досок. Доски у нас уже есть. По крайней мере, по одному поддону с трех линий мы можем уже выгрузить. Соответственно, и производство планок мы тоже можем уже запускать. Тем более, что планки производятся довольно долго и нужно будет их довольно много. Во, вот такое вот у нас здесь производство. Только вот вопрос, куда нам поддоны загружать. По-моему, загрузка досок будет с левой стороны, а выгрузка с правой. Если вот так смотреть. Поэтому давайте развернем вот эту вот штуку, чтобы удобнее было эти самые поддоны сюда носить. Скорее всего, будем их носить тупо руками. И вот так вот это сюда поставим. Да, я угадал. Сюда вот мы загружаем доски. А вот здесь у нас будут появляться планки. Соответственно, можно будет сделать сюда еще точку автодрайва, чтобы приезжал за планками на загрузку становиться аккуратно. Но пока что мы не будем этим заниматься. У нас, во-первых, нету еще прицепа с автоподбором, на котором мы все это дело будем возить. Да и не сильно он пока что и нужен. Давайте, друзья, с этих трех линий, с каждой выгрузим по одному поддону с досками, а не по три куба или по два с половиной. Что-то я не уследил. Не показывает информацию, но да ладно. Да, по два с половиной. Все правильно. Создаем еще один поддон и создаем еще один поддон. Во. И вот они на трех триггерах здесь появляются. Три разные линии. Так, вопрос. Сколько сюда вообще влазит этих самых досок? Досок сюда влазит на 75 кубов. То есть 30 поддонов. Если у меня с математикой, конечно, все нормально. Планок здесь тоже не сильно много появляется. Так, водитель прибыл на парковку цистерна оранжевой. Молодец. А, вот, два с половиной тысячи. Понятно, я выключил расстояние захвата и все сломалось. Загружаем их просто руками. Первый пошел. Второй тоже пошел. Мы, друзья, из досок еще будем делать поддоны. И, соответственно, производство поддонов тоже поставим здесь, чтобы удобно было носить. Вроде как из досок больше ничего не делается. Или делается? Не, ничего больше не делается. Единственное, только стройки еще у нас из досок будут. Я вот, судя по моей подсказке, то, что я повыписывал. Я, конечно, могу ошибаться. Я мог где-то натупить. Но ничего. Так, последний поддон. Блин, я слишком быстро бегаю и его роняю. Надо помедленнее. Все, погнал. Это дело у нас выгружается. 7500 у нас есть. Прекрасно. Производство планок идет 1 куб в час. Поддоны, по-моему, по 2 куба с планками. Или по кубу. Точно не помню. Но все равно долго. Так, посмотрим заодно, раз мы здесь, что у нас тут с камнями. Ничего у нас тут с камнями не появилось. Даже дизель не потратился. Но ладно, потом посмотрим. Но линия активна. То есть все работает. Хорошо. Что-то товарищ, который везет у нас большую конвейерную ленту, очень медленно едет. По-моему, я с этим уже даже сталкивался. Потому что если мы выключим автодрайв, то он спокойно как бы может ехать быстрее. Но по автодрайву он едет всего 18 км в час. Просто первый товарищ, он уже почти приехал к станции загрузки угля. И будем, в общем-то, сейчас ждать второго. Уголь у нас, друзья, не сильно дорогой. Я бы даже сказал совсем недорогой. 243 евро за один куб. Но в больших объемах, в принципе, это будет довольно ощутимая прибавка к бюджету. Плюс ко всему прочему. Так, давайте камамана отсюда отгоним. Запомним примерно, где он должен стоять. Хотя, хотя эта точка автодрайва, конечно, не то чтобы прям сильно точная. Но ничего, тут можно будет просто вручную подгонять. Значит, вот эту штуку мы поставим вот сюда и отцепляем ее. Трактор тоже отгоняем в сторону. Пускай стоит. А мы садимся вот в эту штуку, которой капец как сложно рулить на самом деле. То есть она вообще не рулится, да? То есть колесико поворачивается. Понятно, надо просто медленно и не сильно поворачивать. Если его до конца поворачивать, то она вообще не поворачивается. А если чуть-чуть, то прекрасно он крутится. Хорошо, будем иметь в виду. Ну давайте на станцию тогда, на погрузочную, скажем так, его подгоним. Я не помню, если честно, как это все дело работает. Но сейчас вспомним, потыкаем разные варианты и все будет. Так вот, что я говорил по поводу угля. Значит, я не вижу причин, почему бы его не продавать. Во-первых, это деньги. Во-вторых, угля здесь действительно очень много. В-третьих, даже если он тут закончится, у нас есть еще уголь здесь, уголь здесь, уголь здесь. То есть угля на карте много. Плюс, в крайнем случае, из щепы и воды и поддонов для гербицидов и перепродажи, что? Производят древесный уголь из щепы, воды и поддонов для гербицидов и перепродажи. Что-то непонятное здесь написано, но требуется, типа, просто вода и щепа. Но и значка угля нет. В любом случае, у нас есть угольная фабрика. То есть без угля мы не останемся. Поэтому покатать его на продажу, в общем-то, это неплохая идея. Так, он очень долго едет. Надо, короче, брать все в свои руки и ехать самому туда. Быстрее будет. В общем-то, приезжаем мы на этом чуде техники. Трактор отставляем в сторону. Вообще, на самом деле, их можно сдать. Они у нас в аренде. Мы их сдаем. Они нам больше не нужны. А вот эти вот штуки надо сейчас как-то соединить. Я не помню, как это, друзья, все работает. Но как-то это работало. Это я точно помню. Я уже так делал. Во! Это есть. Эту штуку нам надо поднять. Во! Вот так вот она поднимается. И, наверное, немножко выдвинуть ленту, да? Самую малость. Отлично. Выдвигаем ленту. И, соответственно, эту самую ленту мы включаем. Хорошо, лента у нас включена. Давайте попробуем поставить ман под ленту. Во! О! Нормально он здесь становится. Я ее вроде включил. Загрузку я вроде включил. А если мы ее отсоединим? Вот эту вот штуку включим. А, ее ж надо было еще сложить. Вроде как, чтобы она начала грузиться. Извините, ребята, за тупняк. Включить ленту, развернуть ленту. Блин, я помню, что ее надо было как-то еще сложить. Тогда она пойдет работать. Вот эту штуку, значит, отдельно надо вот так вот сложить. Потом вот эту штуку мы к ней цепляем. Ленту мы включаем, и оно все начинает работать и засыпать нам в ман. Правильно? Да, оно пошло засыпаться в ман. Засыпается оно, конечно, крайне долго. Но мы же никуда не торопимся, правильно? Так что пускай засыпается. Пока оно там засыпается, давайте посмотрим, может, у нас тут камень появился. У нас тут камень не появился. Но немножко потрачено топливо. А, и камень 16666. Но этого еще мало на то, чтобы появился целый камень. Или же, или же его надо выгружать здесь будет. Нет, еще мало, да. Наверное, их надо будет выгружать здесь самому. 500 тысяч может храниться. Отлично. Но, по-моему, один камень 50 кубов. Ладно, пока ждем. А еще, друзья, вижу, что у нас не хватит места в этом грузовичке на то, чтобы высыпался весь вот этот вот... Весь, да, сорга. Поэтому мы пацану немножко поможем. У нас есть GCB-шка. Поедем остатки, что не влезет в мана. Загрузим в GCB-шку. Хотя там не влезет, на самом деле, прям понты. Ожидаем, пока оно тут все заполнится. Можно, кстати, вот этого товарища с автодрайва-то снять. И поставить ему, чтобы он просто поехал, выгрузился на мой элеватор. После чего он поедет, выгрузится и поедет сразу припаркуется. Этому товарищу, кстати, можно пока что то же самое настроить. Мой элеватор. Он то же самое, поедет выгрузиться и встанет на парковку. Мне кажется, да, там даже в маленький трактор бы влезло. Можно было GCB-шку не гнать, но уже ладно. Какая, в общем, разница. Загрузился вот этот вот грузовичок небольшой. Выставляем его на дорогу и отправляем на разгрузку. Берем GCB-шку и... Нет, 14 кубов, 14 400. Не влезло бы все в маленький трактор. Не хватило бы 400 литров. Места на 400 литров не хватило бы, да. Ну и все. Выставляем этого товарища на дорогу и точно так же отправляем на разгрузку. А комбайн, друзья, так как у нас созревших полей больше нету, мы с маршрута снимаем. Комбайн мы сворачиваем. Жатку мы подцепляем на хвост. Да-да, вот сюда вот. Бздынь. И отправляем его на парковку. Ну и тут работа как бы закончена. Можно, наверное, уже даже ставить сейлку. Ну ладно, это я уже потом за кадром поставлю. Что, друзья, у нас тут по собранному урожаю. А немало урожая получилось. 300 кубов там уже есть. Плюс у нас сейчас... Ладно, высыпется, посмотрим. Сколько мы вообще сорга можем закинуть на наш топливный завод? 500 кубов и 70 уже есть. То есть 430 кубов сюда еще влезет. Но сейчас подождем, узнаем точную цифру, сколько у нас тут этого сорга. Но там, по-моему, больше, чем 430. Да, больше, чем 430. 539, 999. Как идеально получилось. Но сейчас это красивое число у нас быстро испортится, потому что GCB-шка тоже что-то выгрузит. Значит, будет 554 куба. Влазе 430. Как вариант, в общем-то, забить сейчас весь этот топливный завод, потому что вот эти 500 кубов сорга, по-моему, хватит до конца наших дней. Можно его, на самом деле, даже и не забивать. Какая у тебя скорость переработки? 800 литров в час. То есть куб... Ну, относительно куб, ладно. 24 куба в сутки? А, ну, 3 дня. И все вот это вот, то, что мы сюда привезли, закончится. Ладно, пускай перерабатывается сорга, пускай лежит у нас на базе. Ничего страшного, ничего мы с этим делать не будем. Никуда его отвозить не будем. Бобы есть, 64 куба бобов. Бобы как бы можно было бы и продать. Хотя тоже пусть лежат, на самом деле. Да, очень медленно загрузка здесь идет. Но это, в общем-то, и ладно. Мы же никуда не торопимся, правильно? Какая-то прям, знаете ли, в ад пропасть. Значит, друзья, ладно. Давайте на этом мы эту серию закончим. За кадром, друзья, вот этот вот товарищ, пускай у нас грузится потихоньку. Потихоньку, пока будут на полях у нас работы идти. Если я, конечно, буду успевать не забывать за ним следить, потому что можно про него и забыть. Я трохи заполню наш вот этот вот элеватор, который у нас есть на базе углем. Остальное я буду возить этот уголь на продажу, почему бы и нет. Также, друзья, соберем пшеничку за кадром, когда она согреет. Это, в принципе, будет довольно скоро. Солому с этой пшеницы мы соберем отдельно, в общем-то, тоже что-нибудь засеем. Так что солому у нас тоже будет в следующий раз. Ну и мак, я не знаю, как он тут быстро-небыстро созревает. Но тоже соберем, если успеем, если он сегодня созреет. Ну и то, что уберется, то потом будет засеяно, друзья. Встретимся в следующем утром, когда что-нибудь будет у нас происходить. И что-нибудь будем делать. На этом, в общем-то, все. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь, чтобы не пропускать вот эти вот всякие вот эти ролики. Лайки не забывайте ставить. И в комментариях тоже что-нибудь черканите, пожалуйста. Вот будет мне приятно. Можете еще на сервер в Дискорд залетать. По крайней мере, там анонсы точно все. И стримы, и все, в общем-то, там есть все новости. Ну и спонсорам, конечно же, огромнейшее спасибо за поддержку. Кто хочет смотреть серии заранее по мере съемки, то ссылочка на бусте в описании. На этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. И всем пока-ки. А камни у нас, друзья, по 25 тысяч объемом. Мы вот так вот камушек один создаем. Вот здесь вот он у нас появляется. Мы его аккуратненько поднимаем. Да, я сильный, поэтому могу спокойно эти камни таскать. Закидываем вот сюда. И вот на эту кнопочку нажимаем. Я сказал, нажимаем на кнопочку. Во. Нажимаем на кнопочку. И здесь вот такая вот штука выезжает. И этот самый камень закидывает прямо там, где, в общем-то, камни будут перерабатываться. И вот теперь у нас там 25 кубов этих самых камней. И будет у нас вырабатываться известь, гипс, карбонат кальций и известь снег. Пускай вырабатываются. Вот такая вот история. Продолжение следует.